горизонт событий это то что мы видим с вами каждый день а в программе горизонт событий мы будем говорить о том что значимым произошло в иркутской области и за ее пределами и что повлияет на нашу с вами жизнь в перспективе уже там дальше за горизонтом сегодняшних событий и с гостями моей программы мы обсуждаем эти события которые произошли за неделю которые очень важны для для нас здравствуйте в иркутской области идет активно подготовка к выборам президента россии о том как в регионе реализуется проект информ уик механизм мобильный избиратель будут обеспечиваться избирательные права инвалидов и других категорий граждан на главных выборах страны нам расскажет сегодня председатель избирательной комиссии иркутской области илья дмитриев илья владимирович здравствуйте здравствуйте и конечно первый вопрос информ уик это что-то новое для нас вот даже я как человек уже очень много лет работающий в журналистике первый раз слышу ну такую формулировку что это расскажите подробнее да это действительно новинка и очень своевременно мы сегодня это с вами обсуждаем потому что с 17 числа стартует проект это проект федеральный в котором участвуют все участковые избирательные комиссии вся территория российской федерации покрыта в том числе иркутская область это члены участковых комиссий будут идти в по домовой обход в течение трех недель 17 февраля по 7 марта обойдут все дома все квартиры должны попасть каждому избирателю с одной целью разъяснить о том как будут проходить выборы исключительно как проголосовать какие способы без агитации только о том значит как как удобно проголосовать где удобно кто кандидаты и так далее то есть чистое информирование как раз очень интересно сколько же человек будет в этом проекте работать там зависимости от количества избирателей зарегистрированных на избирательном участке то есть они поделены до 1000 избирателя 1000 до 2 от 2 до 3 соответственно будут работать три четыре или пять обходчиков таких которые обойдут там тоже есть сложности одно дело многоквартирные дома другое дело значит частный сектор да то есть все это и значит в общей сложности у нас 6708 таких обходчиков это очень много у нас всего 15000 членов участковых комиссий вот 6708 будут обходить они уже закончили прохождение учебы они будут использовать специальное мобильное приложение по которому в квартире будут задавать вопросы как удобнее проголосовать и какие-то фиксировать ответы когда удобно прийти к этому человеку в какой из дней пойдет избиратель кстати избирателям я думаю будет очень интересно также как интересно мне а как например вот этих людей отличить от агитаторов ну вот тоже сейчас посмотрим как начнется этот проект потому что мы тоже понимаем что у нас люди в квартиры пускают осторожность с некоторой осторожностью мы надеемся что здесь нас будут пускать приветливо и мы хотели бы чтобы наши члены уик мы их этому научили чтобы они были приветливыми и не навязчивыми а исключительно рассказывали про избирательную кампанию вот как раз принесли вам тот инвентарь в котором дети каждый из них данный мафия да 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 вот накидки белого цвета он будет вот с таким портфелем значит в котором будем содержаться материалы которые на аizو ски у каждого члена комиссии который будет обходить будет быть в котором будет его удостоверение к членной участковой комиссии она будет с печати участковой комиссии и при себе они должны иметь удостоверения личности, если кто-то из открывших дверей захочет в этом удостовериться. Раздавать они будут вот как раз вот такие, ну, называем это лифлет, значит, очень удобная вещь, на самом деле. Они его будут оставлять каждому избирателю. И отсюда понятно. Приглашение. Здесь, во-первых, адрес и телефон комиссии, даты голосования, соответственно, и способы голосования. То есть очень много QR-кодов, по которым можно узнать все про избирательную кампанию. Сейчас каждый человек, по-моему, может уже с QR-кодами справляться. И способы голосования. Как проголосовать по месту жительства, как проголосовать, если ты не по месту жительства живешь, как пригласить комиссию на дом. То есть вся информация, которая должна быть, после того, как останется, это у избирателя. Мы очень надеемся, что к 15-17 марта вне голосования обязательно попадется на глаза нашим избирателям, и они пойдут на избирательные участки. Ну, то есть, если вдруг человек, к которому пришел, допустим, вот человек, который работает в информуик в этом проекте, и вдруг, ну, разволновался люди пенсионного возраста могут, да, допустим, разволноваться, забыть, что-то уточнить, то тогда они как раз вот в этом буклете по телефонам либо по QR-кодам могут уточнить всю информацию, которая необходима. Да, конечно, всю информацию можно узнать. Ну, мы предполагаем, что обе стороны могут разволноваться во время этого общения, конечно. Поэтому, если что-то кто-то забудет рассказать или кто-то что-то забудет уточнить, конечно, у нас есть сайт Центральной избирательной комиссии официальный, сайт избирательной комиссии Иркутской области. У каждой территориальной избирательной комиссии в каждом городском округе, в каждом муниципальном районе есть у нас свой сайт территориальной избирательной комиссии. На них можно все узнать. У нас есть телефон горячей линии, который уже давно работает, работает, в том числе выходные, можно назвать его, да, 25-64-97, там дежурят сотрудники избирательной комиссии Иркутской области, еще раз, в том числе и выходные дни в рабочее время, соответственно, они дадут все ответы на любые вопросы, которые возникнут у наших избирателей. Электронное голосование тоже новинка. Будет ли доступно нашим избирателям в каком формате? Ну вот дистанционное электронное голосование или вот общепринятое сокращение ДЭК, к сожалению, в Иркутской области на этих выборах применяться не будет. Поэтому наши избиратели, которые будут голосовать в Иркутской области, с гаджетов, с планшетов, с компьютеров проголосовать в данном случае не смогут. То есть торжественный выход на избирательный участок остается у нас пока самым актуальным способом сделать свой выбор. Да, это основной способ. Ну и на самом деле многие избиратели действительно относятся к этому как к торжественному событию. Я сейчас не говорю про Иркутск, Ангарск, крупные города Братск, например, Шелихов. А когда это небольшие населенные пункты, это повод и встретиться, и выйти, показать себя, но, естественно, оставить свой голос. Поэтому будем надеяться, что придет как можно больше. Ну и в городах тоже на самом деле многие люди желают ходить. Именно пойти на избирательный участок. Будем надеяться, что в этом году будет и так же. Но, опять же, еще одно нововведение для президентских выборов. В принципе, оно не нововведение для вас, но для президентских выборов это в новинку. Три дня голосования. Почему решили президентские выборы проводить в таком же временном формате? Ну, действительно, не новинка. Я думаю, что все помнят, у нас предыдущие выборы в 2018 году проходили в один день. С 2020 года, когда в нашей жизни появилась пандемия, соответственно, были приняты решения о голосовании в течение нескольких дней. Вот мы на общероссийском голосовании по принятию Конституции 7 дней голосовали. Прямо в разгар пандемии было, я думаю, вы помните, 2020 год. Потом у нас выборы губернатора были тоже в 2020 году, в 2021 на Госдуму, в 2023 на выборах депутатом законодательства собрали. То есть мы практически каждый год уже голосуем в течение нескольких дней. И, как показалось, это связано не только с пандемией, это действительно очень удобно. Потому что избирателю важно принять решение о том, в какой из дней он пойдет, какой ему удобнее. Оказалось, что действительно только в воскресенье ходить многие дни могут по различным причинам. Когда есть выбор, как на выборах, когда есть выбор, все равно всегда лучше. Поэтому вот, когда человек выбирает пятница, суббота или воскресенье, это действительно очень удобно для избирателей. В связи с этим принимается решение. В данном случае решение принималось организующей выборы комиссии Центральной избирательной комиссии. Как только Совет Федерации назначил выборы, 8 декабря, значит, Центральная избирательная комиссия приняла решение о том, что голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта. Юридически эти дни равнозначные, и участки будут открыты с 8 утра до 20 вечера во все три дня. Поэтому любой из них. Нужно ли что-то еще избирателю знать и предпринять перед голосованием? Что важно не забыть? Ну, если голосуешь на своем избирательном участке, то ничего нового. То есть взял паспорт и пошел в школу, в клуб или там, где у вас расположен избирательный участок. Предъявил паспорт, избиратель уже там находится в списке избирателей, соответственно, получил бюллетень, проголосовал в любой из трех дней. Главное паспорт. Конечно, да. Главное прийти, взять паспорт и получить бюллетень, проголосовать. Вы сделали очень верное уточнение. Если вы идете голосовать на свой участок, если вы идете условно, ну не условно, а прямо говоря, по прописке своей голосовать. Но сейчас еще есть, допустим, мобильный избиратель. Это уже тоже такой известный механизм. И он как раз гарантирует избирательные права. Вот здесь как он работает? Если человек в командировке, в отпуске, как он может воспользоваться? Ну вот с 2018 года, как раз с предыдущей президентской кампанией, применяется этот мобильный избиратель. Мы уже приучили избирателей, все знают это словосочетание, но, к сожалению, каждым выбором приходится разъяснять по новой. Ну это понятно, люди забывают, ничего тут такого нет. Ну потому что не пользуются этим каждый день. Да, это не ежедневная история для человека. Вот, давайте поясню, потому что это очень важно, и мы считаем, что это очень важно. У нас когда-то были открепительные удостоверения. Вот, я только хотела сказать, это мои самые первые выборы были, когда я была студенткой и в Казачьинск-Коленском районе брала открепительные удостоверения, чтобы в Иркутске проголосовать. Чтобы проголосовать в Иркутске. Ну вот, да. А если вы находитесь здесь, то до Казачьинск-Коленского не доедешь особо. Во-первых. Во-вторых, был другой механизм. Можно было его по нотариальной доверенности поручить кому-то, но это тоже нужно, значит, сходить к нотариусу, выписать доверенность, направить ее кому-то, тот получит обратно. Сейчас в таком темпе жизни это все сложно. Да, это все нереально, конечно. Поэтому все перешло в электронную историю. Мобильный избиратель. Когда человек понимает, что он в три дня голосования. Ну, во-первых, у нас нет досрочного голосования. У нас досрочное голосование будет только в труднодоступных удаленных местностях, где можно проголосовать так, чтобы пока вертолетами, вездеходами и так далее довезут бюллетени, чтобы к дню голосования они были подсчитаны. Как раз к этому времени. Да, поэтому никакой досрочки нет. Поэтому только три дня. Соответственно, у нас, если человек понимает, что он с 15 по 17 будет находиться не там, где он зарегистрирован по месту жительства, то он должен каким-то образом проголосовать. Соответственно, для этого он должен выбрать любую часть. Все очень просто. Не надо брать никакое открепительное удостоверение. Просто выбираешь участок, на котором ты хочешь проголосовать. Ну, вот рядом какая-то школа с местом работы, с местом проживания и так далее. выбрал участок. Выбрать его тоже очень просто. Куча картографических изображений на сайте Центральной избирательной комиссии. Везде есть. Найди свой участок. Просто вбиваешь адрес, где ты находишься, и он тебе выдает вокруг тебя ближайшие участки. Ты выбираешь, куда тебе удобно пойти. Три способа. С 29 января уже началось такое движение. У нас вот последняя цифра на вчерашний вечер было уже почти 17 тысяч таких человек. То есть это очень востребованный на самом деле механизм. И у нас действительно много людей. Это люди, которые не с территории Иркутской области, но здесь оказываются 15-18. Это люди с территории Иркутской области, как у вас в свое время, которые сюда были зарегистрированы в Казачинско-Альянском или в любой территории, но приехали сюда. Внутренняя миграция какая-то. Еще раз по механизму. Выбираешь участок и к нему прикрепляешься. Прикрепиться на самом деле четыре способа. Три, которые действуют уже сейчас, с 29 января по 11 марта. Это через единый портал госуслуг. Там тоже все очень просто. Заходишь на главную страницу и там висит баннер выбора президента Российской Федерации. Там все разъяснено. Там в несколько ходов выберешь участок и тебя прикрепят. Второе. Через многофункциональные центры. У нас 190 многофункциональных центров открыто на территории Иркутской области. В любом из них можно подать заявление. И через территориальные избирательные комиссии. На территории Иркутской области 45 тиков, в которых в любой можно уже прийти и сказать. Даже если это не на их территории находится. Вот мне просто удобно пойти вот в правобережном округе Иркутска, в ТИК, допустим. Я пришел и сказал, я буду голосовать там, не важно, в Братске, допустим. Меня туда уже прикрепят. При этом комиссия все сделает за вас. Она сама открепит вас там, где вы проживаете и прикрепит к тому участку. Когда вы придете, вы уже будете в списке избирателей, придете паспорт и получите бюллетень. Вот это вот важно. Здесь какая основная проблема? Люди у нас вспоминают о том, что надо идти голосовать с 15 по 17. Вот этот механизм закроется 11 марта. Это будет последний день, когда принимаются эти. Поэтому всем нашим избирателям советуем сделать это заранее. Еще один способ четвертый. Это с 6 по 11 марта в любой участковой комиссии будут принимать эти заявления. То есть это самый способ, хоть и ножками нужно дойти, но вот я выбрал школу, зашел и сказал, я буду голосовать у вас. Показал им паспорт. Они сами меня прикрепили и отправили туда, где я проживаю. Чтобы открепиться. Чтобы открепиться, да. Ну, мне кажется, все очень понятно, предельно доступно. И главное, чтобы люди желали этим воспользоваться. Еще, мне кажется, одна такая категория очень важная и которая хочет голосовать. Это маломобильные граждане. Вот как работа сейчас выстраивается с ними. Потому что я знаю, что, например, во все предыдущие выборы к ним и выезжали с специальными такими урнами запечатанными, когда они могли отдать свой голос. Как сейчас эта работа будет вести? Ну, то же самое. То есть голосование на дому. То есть тут два, наверное, вопроса. Первое. Работа с лицами с ограниченными возможностями ведется в постоянном режиме вне зависимости от того, идут у нас выборы или нет. Мы взаимодействуем с обществами инвалидов всеми. Соответственно, у нас есть рабочая группа, которая периодически собирает проблему изучать, что им нужно на избирательную кампанию и так далее. Потом работа по переносу избирательных участков на первые этажи, допустим, да, для маломобильных стран. У нас более 90% избирательных участков находятся на первых этажах зданий. Есть, где они на вторых этажах и выше, но это исключительные случаи, где тут уже другое. Тут вопрос доступности, близости к дому. Ну, бывают такие территории, где нет у нас никаких муниципальных, там, государственных и так далее учреждений, где негде открыть. То, что касается голосования на дому, этот механизм был и он остается. Он никуда не девался. Значит, наоборот, там возможности только расширены. Соответственно, у нас раньше можно было проголосовать на дому по двум причинам. Это по болезни, либо по инвалидности, опять же. Сейчас у нас этот круг законом не ограничен. Говорится, что по болезни, инвалидности и иным уважительным причинам. То есть, ну, допустим, сидит, не знаю, мать-одиночка, или там, ну, не одиночка, или сидит многодетная. Ну, не может выйти из дома, там, не важно. Поэтому, то есть... И тоже очень, соответственно, такой же. Нужно подать заявление. Заявления эти принимаются в участковых комиссиях с 7 марта по последний день голосования. Но в последний день голосования 17 марта ограничено время до 14 часов это нужно подать, потому что комиссии еще нужно съездить. То есть нельзя подать там в 7 вечера и ждать, что к тебе успеют приехать. Поэтому закон установил ограничение, что такие заявления подаются в течение 10 дней и заканчивается их прием в 14 часов последнего дня голосования. При этом вот обходчики, о которых мы в самом начале говорили, они будут уточнять, если человек будет желать голосовать дома, у него есть на это причины, то у него будут уточнять, в какой из дней он хотел бы, чтобы к нему приехали и, соответственно, в какое время, там, в первой половине дня и так далее. Как все удобно и комфортно. Ну, мы очень-очень стараемся удобно обеспечить. Понятно, что на месте это будет еще раз 2 тысячи избирательных комиссий почти. Значит, 15 тысяч человек работают. Все это все равно, конечно, будут некие слушатели, но мы надеемся, что этот механизм будет работать. А вот у меня сразу возник вопрос. Человек, если болеет, какую-то справку он должен приложить? Нет, не должен ничего предъявлять и при этом пригласить себе комиссию. Он может любым удобным способом. Просто позвонив по телефону, который он будет знать благодаря вот... Буклетам. Да. Значит, позвонив по телефону, передав через соседа и так далее. То есть в участковую комиссию достаточно, чтобы поступило заявление о том, что там Иванов Иван Иванович по такому-то адресу болеет и просит, чтобы к нему приехали комиссии. И там, если еще укажет время в каком-то, то тоже как бы. И уже когда комиссия к нему приедет, тогда она с него возьмет письменное заявление. Вот уже, то есть на дому тоже ему никуда ходить не нужно этому человеку. Он напишет заявление о том, что прошу предоставить возможность проголосовать на дому. Огромная работа, конечно, на самом деле проделывается участковыми комиссиями избирательными. И здесь нужно отметить, что, конечно, максимально выстроена вот ваша работа так, чтобы, конечно, жители Иркутской области, жители страны могли отдать свой голос, несмотря в каком состоянии они находятся. Еще очень важный вопрос. Если человек уехал в отпуск, но не на территории России, а за границу, в посольствах, по-прежнему можно ли проголосовать? Да, кстати, проголосовать можно не везде, к сожалению. Но проголосовать можно. Выбирайте страны, куда едете. Да, выбирайте, куда едете. Прежде чем взять путевку, посмотрите, можно ли там будет проголосовать. Если в этом посольстве возможность голосовать. Значит, Центральная избирательная комиссия определила 143 страны. Это у нас один из самых частых вопросов. Кстати, ну вот кроме мобильного избирателя, кроме обхода, где мой участок? Вот как раз спрашивают, вот я уезжаю, можно ли проголосовать досрочно? Не, значит, тогда вот основные вопросы. Ну, люди у нас уезжают традиционно. Таиланд, Турция, да, вот такие вопросы. Я поэтому, поскольку часто задают, я и про Таиланд даже и знаю, что будет, допустим, два места. Это в Бангкоке в посольстве и на Пукете. То есть у нас в Кунске. В Турции четыре таких участка будут. То есть они создаются при посольствах и консульских учреждениях. Соответственно, ну, где есть возможность. Поэтому, если едешь куда-то дальше, значит, ну, нужно запланировать поездку туда, если есть желание проголосовать. Поэтому планируйте поездки на март именно в Таиланд. Там удобнее всего будет. Илья Владимирович, и, конечно же, хочется вернуться на территорию Иркутской области. Мы, наверное, как один из самых больших регионов, где есть вахтовый спуск работы, как будет вестись как раз работа по голосованию с вахтовиками? Да, вахтовиков у нас действительно много. Причем мы даже не можем полностью объять это, потому что есть крупные какие-то партии, есть мелкие. Там присутствуют как жители Иркутской области, так и граждане России, которые с территории других субъектов Российской Федерации приехали. Понятно, что мы должны обеспечить все их избирательные права, и они хотят голосовать. У нас много заявок. Поэтому по обращениям всех крупных организаций мы создали так называемые временные участки. У нас закон позволяет создать временный участок на территории вахтового поселка, куда избиратели придут. Потому что мы бы, конечно, могли, если какая-то транспортная доступность, доехать до ближайшего участка, туда их прикрепить. Но у нас очень много случаев, где это сложно ехать по замерзшему тундре и так далее. То есть все это, конечно, сложно. Поэтому там открыли вахтовые поселки, и там будут созданы комиссии. А кто там работает, кстати? Потому что если трудная доступность, это людей нужно, значит, заранее туда отправить. Да, вот у нас была проблема. Была проблема с тем, что у нас все участковые комиссии, они сейчас создаются не как раньше, там много лет назад, только на период выборов. Они сейчас создаются на пять лет. Потому что мы хотим, чтобы они у нас были профессиональные, какую-то учебу межсезонную, межвыборную проходили. И у нас сейчас в законе внесены изменения о том, что в вахтовых поселках, понятно, туда не привезешь пять, там, семь человек, которые пришли. Поэтому там есть возможность создавать не из резерва состава комиссии, а прямо из вахтовиков, которые там находятся. Поэтому мы определяем, они проходят определенную учебу, мы им объясняем, как обеспечивать права, как выдаются бюллетени, как список избирателей, как голосование, подсчет голосов, как они потом передают информацию в вышестоящую комиссию. Мне как журналисту даже стало любопытно пройти такое обучение, то есть чему учат людей, которые работают потом в избирательной комиссии? Это нужно нам с вами отдельно запланировать потом этот материал. Это очень большой по объему вопрос, с удовольствием расскажу. Очень интересно. Ну и, конечно, у меня сейчас уже хочется перейти к теме самих выборов. Будут работать также, как я понимаю, по-прежнему наблюдатели, которые работают на всех выборах. Вот на этих выборах, как их работа будет организована, будет ли их больше, кто может войти и могут ли еще люди войти в состав наблюдателей, чтобы отслеживать как раз, как проходят выборы. Ну, наблюдатели, наблюдатели, естественно, законом о выборах президента, наблюдатели предусмотрены так же, как на всех выборах. На других. Да, на других выборах. При этом, я знаю, что... Ну, конечно, они будут. И нам важно, чтобы они были. Значит, насколько я знаю, допустим, общественная палата Иркутской области уже проводит учебу или уже даже закончила учебу и подбор тех, кто будут наблюдателем. Вообще назначить могут у нас, значит, наблюдатели на президентских выборах, может назначить сам кандидат любой, может назначить партия, которая выдвинула кандидата, может назначить общественная палата. Общественная палата двух уровней. Общественная палата Российской Федерации и общественная палата, ну, в нашем случае, Иркутская область. Все они проводят. Для нас важно, чтобы наблюдатели проходили обучение, чтобы это был человек не сторонний для комиссии, а который понимает в избирательном процессе. И потому что, ну, на самом деле, какое там расхожее мнение было. Наблюдатели – это друзья избирательной системы. Потому что, ну, всякое бывает, если избирательная комиссия что-то там, значит, ну, что-то забывает процедурно сделать и так далее. Бывает, когда опытные наблюдатели, там, мы не так делаем, мы с удовольствием с этим соглашаемся. И лишний глаз, как говорится, нам тут не помешает. По закону наблюдателей может назначить, я сказал, кто. При этом каждый из них может назначить по три человека на каждый день. То есть, грубо говоря, любой кандидат в одну участковую комиссию может назначить девять человек, которые попеременно могут осуществлять наблюдение в помещении избирательного участка. Их всего три или их какое-то количество на избирательный участок? На, нет, три на каждый избирательный участок. Три на каждый день. То есть на каждый избирательный участок девять человек может назначить каждый кандидат. Ну, понятно, что столько людей, на самом деле, ни у кандидатов, ни у кого нет, по большому счету. Поэтому, ну, означает какое-то конечно, чтобы они посменно могли осуществлять наблюдение в течение всего процесса. Голосование же, участки открываются, это голосование в 8 начинается, участки открываются в 7. В последний день они закроются только тогда, когда будет подписан протокол и доставлен в вышестоящую комиссию, когда все закончится, работа. Поэтому сидеть там может быть 12 часов, поэтому посменно осуществляют наблюдение. Очень интересный процесс. Какие требования как раз вот к наблюдателям предъявляются теми самыми организациями, которые, вот вы говорите, их могут там назначать, да? Потому что, как вы сказали, человек должен разбираться в выборной системе как минимум. Ну, то есть, а еще есть, вот как у нас есть, например, критерии отбора, условно говоря, кандидатов там в губернаторы, в президенты. То есть тут не должно быть судимости. Да, ограничения. Да, есть определенные ограничения. Ограничения в основном по занимаемым должностям. То есть у нас в законе сказано, кто не может быть наблюдателями, норма тоже простая, не могут быть главы, депутаты, мэры, губернатор, судьи, прокурор, члены комиссии избирательных не могут быть наблюдателями, не могут быть иноагенты. Соответственно, все остальные. Это гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, который обладает активным избирательным правом, то есть имеет право голосовать. Соответственно, имеет право и наблюдать. Вот за теми исключениями. А если он никогда ни разу не голосовал, а вот в этот раз хочет... Там ограничений никаких нет. Он может быть наблюдателем, при том, что он никогда не голосовал. Интересно. Ну, поэтому, когда назначают сейчас наблюдателей, мы тоже, нам интересно, а вы, вот их по мобильному избирателю, они сами-то будут голосовать на том участке или нет? Или они в какой-то из дней будут у себя на участке, а в какой-то из дней не у себя? Очень интересно. Ну и, конечно, мне кажется, самый главный вопрос, сколько же у нас кандидатов на выборах в президент России? Кто эти люди? Вот давайте наших телезрителей, если вдруг кто-то еще об этом не знает, вот их проинформируем. Ну, я думаю, что еще не все знают всех кандидатов. Действительно, центральная избирательная комиссия закончила регистрацию кандидатов. Зарегистрировано у нас четыре кандидата, соответственно, трое из них от политических партий, это парламентские партии, значит, Леонид Слуцкий, это у нас от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ. И действующий президент Российской Федерации Владимир Путин зарегистрировал в порядке самого движения. Были собраны подписи, представлены в Центральную избирательную комиссию и было принято решение о его регистрации. То есть у нас четыре кандидата, форма и текст бюллетеня также уже утверждены Центральной избирательной комиссией. Там будет четыре кандидата, и мы уже приступаем в ближайшее время к изготовлению бюллетеней, потому что нам нужно обеспечить труднодоступные территории, которые с 25 февраля начнут голосовать. Туда бюллетени надо уже начинать завозить. Ну, мы обязательно нашим зрителям покажем, как будет выглядеть бюллетень, когда вы нас позовете на съемки. Обязательно в типографию. В печати, да, в типографию. И знаете, я думаю, что мы очень подробно сегодня рассказали нашим зрителям, ну и уже даже сказали о кандидатах, проинформировали максимально о том, как будут проходить выборы, кто в них участвует, какие избирательные права есть у людей и кто кандидаты. Но меня интересует вопрос сейчас к вам, как к человеку, который уже много лет следит за выборной системой, который много лет проводит эти выборы. Какие выборы легче? Региональные, федеральные? И региональные тоже разного уровня есть. Есть в городскую думу. Ну, муниципальные, да. Мы делим на муниципальные, региональные и федеральные. Какие проще для избирательной системы, наверное. Я смогу ответить за систему, на которой работаю. А знаете, значит, с точки зрения юридической, наверное, региональные все-таки сложнее. Именно с юридической. И особенно для нас сложные, допустим, выборы депутатов законодательного собрания, которые прошли. Почему с юридической, почему сложнее? Потому что мы принимаем решения о регистрации и нерегистрации. Мы, избирательная комиссия Иркутской области, принимает решения вместе с окружными комиссиями, которые создаются. Кого из кандидатов, какие партии, кто как собрал документы. Поэтому там гораздо больше. Да, поэтому там гораздо больше. Здесь, естественно, все решения по регистрации и подобные решения принимает Центральная избирательная комиссия как организующая. Поэтому президентские здесь для нас проще. Но, поскольку задача обеспечить избирательные права, а все-таки президентские это главная компания, и на них всегда традиционная явка. Более масштабная, конечно. На них всегда больше явка. Поскольку больше явка, нужно обеспечить большее количество избирателей всеми возможными способами, которые мы сегодня с вами очень хорошо обсудили. Вот. Поэтому с точки зрения организационной, наверное, федеральная компания, вот президентская, в данном случае, конечно, сложнее для избирательных комиссий. То есть технически, организационно, это федеральная компания здесь от вас требует большего ресурса. А ответственности, такой юридической тонкости, да, уже как раз региональный муниципальный. Ответственность везде, понятно, на нас за выборы. Но, да, вот именно юридическая сторона все-таки региональная, а организационная это вот выборы президента, конечно. Ну что ж, я желаю вам еще сил, потому что впереди очень большая работа. Ну, а мы будем помогать вам, наших зрителей, извещать, оповещать, рассказывать об их возможностях, о том, как все будет проходить. Ну и нам всем здоровья. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok